Здравствуйте! На портале Экзегет.ру с вами претерей Дмитрий Сизоненко из Санкт-Петербурга. Сегодня мы с вами постараемся понять смысл последних слов Иисуса Христа в Евангелии от Марка. Наверное, вы обращали внимание, что в Евангелии Господь очень часто задает вопросы. И всегда это очень интересные, живые вопросы. Он их задает гораздо больше, чем Сократ. И специалисты подсчитали, что их более двухсот. Он задает вопросы своим ученикам, затем он задает вопросы фарисеям и книжникам. Он обращается к толпе с вопросами. И всегда эти вопросы требуют от собеседников мужества и веры. И только один вопрос. Христос в Евангелии обращает непосредственно к Богу Отцу. И это вот тот вопрос, который звучит очень трагически и поэтому вызывает у читателя смятение и страх. В девятом часу возопел Иисус громким голосом «Элуи, Элуи, лама совахвани», что означает «Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил?» И этот крик отчаяния, предельного одиночества всегда вызывает чувство недоумения и растерянности. Прежде всего, толкователи всегда отмечают, что это цитата из Ветхого Завета. «Умирая Христос» произносит первые стихи 22-го псалма. И иногда говорят, что здесь работает такой замечательный принцип, когда произносится первый стих, подразумевается весь псалом целиком. Точно так же, как мы в литургической практике слышим про Кимен, это избранный стих псалма, но имеется в виду, что в сознании верующих в этот момент прокручивается весь псалом. Или некоторые молитвы мы тоже называем только по первому стиху, зная, что тем самым имеется вся молитва целиком. И поэтому 22-й псалом очень необычный. С одной стороны, это псалом, который начинается ужасными криками, воплями отчаяния и страданий, но заканчивается этот псалом молитвой хвалы и словословия Богу. И поэтому некоторые толкователи, которые считают, что Христос цитирует целиком псалом, отсылая только к первому стиху, говорят о том, что этот крик в действительности означает торжество, признание в любви, если хотите, победную песнь торжествующей любви, что нам кажется совершенно невозможным. И попытаемся разобраться, какое из этих двух прочтений нам ближе и понятнее. Прежде всего, если бы вас спросили, в какой момент Христос страдает больше всего, чаще всего на ум приходит, конечно, гефсиманская молитва, когда Христос говорит, моя душа страдает до смерти, скорбит смертельно, и когда капли пота, как капли крови. Но, может быть, еще большее страдание он переживает именно в этот момент. «Элуи, элуи, ла масса вахвани!» Это последний крик отчаяния. И одновременно это момент, когда ты познаешь Бога, какой Он есть. В тот момент, когда все, что тебя окружает, говорит об обратном, как будто Бога нет, Бог умер. Внешне не остается никакой связи с Богом, кажется, что Он отсутствует, но именно в этот момент Он оказывается, как никогда, рядом с тобой. И в этом глубинный смысл страстей Христовых. Проходя через агонию и муки Креста, живая связь с Отцом становится еще более живой и более осязаемым. Бог по-настоящему присутствует рядом со Своим Сыном. Точно так же, как в нашей жизни, любая болезнь, любые страдания, любая боль одиночества, иногда даже самые простые и обыденные страдания для нас становятся настоящим испытанием, испытанием для нашей веры. Как будто Бог не отвечает на твои молитвы, как будто Его вообще нет. Но если прислушаться голосу веры, голосу сердца, то именно в этот момент Бог близок, как никогда. Именно в этот момент происходит подлинная встреча с Богом, которая имеет не легкомысленно-миссионерский аспект, когда говорят «встреча», «встреча», а в каком-то глубоком богословском значении, о котором и не говорят всуи, просто не говорят вслух. Но это настоящая встреча. Именно об этом и говорят последние слова Христа. Итак, это цитаты из Псалма, которую можно прочитать двояко. Либо это крик отчаяния, и это личный крик, живой крик страдающего праведника. Либо это цитаты из Псалма, литургическая молитва, которая завершается благодарением и словословием. Очень интересно увидеть, что эти слова дают своеобразный ключ к Евангелию от Марка. Евангелие от Марка очень часто кажется самым простым и понятным. В действительности оно совсем непростое, потому что Евангелист Иоанн, например, всегда дает конкретный ключ, и его Евангелие иероглифическое, там всегда очень конкретный смысл, и оно однозначно. В Евангелии от Марка, как вот в этих словах, мы увидели, что возможно взаимоисключающее прочтение. И каждый раз, когда Евангелист Марк что-то описывает, остается возможность двойного прочтения. Он не сглаживает острые углы, и, может быть, ключевая тема, лейтмотив всего Евангелия – это тема одиночества Христа. И нам может показаться это очень странным. Евангелие – это ведь радостная весть, это веселая весть. Разве может основной темой Евангелия быть оставленность и одиночество? Тем не менее, мы видим, что с первых страниц Евангелия Христос одинок. Он окружен близкими людьми, учениками, последователями. Но каждый раз мы видим, что самые близкие ученики его по-настоящему не понимают, и они не способны пойти за ним до конца в крестном пути. И семья Иисуса тоже, близкие родственники, пресловутые братья, тем более не понимают, кто он, чего он хочет, не говоря о том, что со всех сторон Христос окружен еще и врагами. И эпизод распятия – это тоже вереница каких-то предательств и оставленности. Сначала Иуда продает, ученики спасаются бегством, религиозные лидеры выдают в руки римлян, толпа восстает против него. И даже товарищи по несчастью, разбойники, которые страдают и обречены на те же муки, один из них глумится. Таким образом, эта тень одиночества, которая возникает в самом начале Евангелия, она сгущается, сгущается, достигает предельной трагичности именно в этот момент, момент последнего крика. Это как будто какое-то затмение. И действительно, перед этим говорится о тьме. В полдень, в шестой час, настала тьма по всей земле и продолжалась до часа девятого. В течение трех часов мир был погружен во мрак. И потом, на исходе этого мрака, вдруг мы слышим крик Христа, его голос. Он говорит на странном языке. Евангелие написано на греческом языке, но слова, которые он произносит, звучат на другом странном языке. И как все это понять? Но прежде всего, евангелист Марк очень неоднозначен. И вот образ тьмы, он тоже амбивалентен. В Евангелии от Иоанна очень ясно, тьма это всегда некая сила, которая противостоит Богу. Сила тьмы, которая не смогла одолеть свет. И тьма не покрыла, не познала свет, пришедший в мир. Поэтому эти силы действительно являют собой какую-то темную сторону бытия. Тьма имеет свою власть. И смерть Христа, это может быть тот момент, когда она окончательно торжествует. Это триумф этих темных сил века сего, вселенского зла. Но возможно, совершенно другое прочтение. Дело в том, что тьма – это тоже момент Бога явления. Бог вторгается в историю мира и показывает, кто в действительности господин истории. Он вершит суд. У пророка Амоса в 8 главе момент страшного суда – это момент тьмы и мрака. Тьма – это момент теофании. Моисей тоже окружен мраком, облаком. И всегда это образ высочайшего выражения божественного присутствия. Точно так же, как на наших иконах – черный нимб, как будто какой-то провал в пространстве, провал небытия. В действительности, мандурла – момент откровения и явления Бога. И поэтому третий час – сияющий полдень и час мрака – в действительности момент явления Бога. Слова, которые произносит Христос, звучат на арамейском языке. Это не литургический язык, и поэтому можно спокойно говорить «Нет, это не цитата псалма», потому что это не литургический язык. Это разговорный язык. Это тот язык, на котором он говорил в детстве со своей мамой и со своим отцом Иосифом. Это его родной язык. И понятно, что человек, который издает сердечный крик, он всегда говорит на родном языке. И это не совсем цитата, или не только цитата, но прежде всего живой крик души. И здесь возникает еще другой очень интересный момент, потому что толпа, которая слышит эти слова, делает вид, что она не понимает. Люди думают, что он зовет Илью. Но тут не может быть никаких непониманий, потому что «элои» никак не созвучно с тем, как на арамейском языке Иисус призывал бы Илью. «Илья-у» совсем звучит иначе, и здесь ошибки быть не может. Народ понимает, о чем идет речь, но намеренно глумится, искажая слова Христа. Дело в том, что пророк Илья почитается как покровитель всех людей, которые оказываются в смертельной опасности. Дело в том, что он сам в земной жизни ходил как по лезвию бритвы, в пустыне, в глубинах отчаяния, депрессии, на грани жизни и смерти. Поэтому он небесный покровитель всех, кто оказался в критической ситуации. И поэтому в таких ситуациях Илью зовут на помощь. Это просто крик на помощь. И в этот момент даже Илья не приходит на помощь. Иисус умирает в полной оставленности. Как понимать эти слова? Например, Ницше понимал эти слова Христа как доказательство того, что Иисус потерял веру и окончательно расстался с теми иллюзиями, которые наполняли его жизнью. Как будто это момент полного отрезвения. Но это Ницше. И в английском Марк видит это совершенно иначе, потому что для него вера – это не просто вопрос иллюзии или убеждений. Вера – это всегда образ жизни. Условно говоря, это не теоретический вопрос, это практический вопрос. Вера – это означает творить волю пославшего тебя, волю небесного Отца. И поэтому для евангелиста Марка нет ничего странного в том, что Сын Божий, истинный Бог, который все знает, все может, испытывает полное отчаяние и одиночество. И при этом остается Сыном Божиим. И здесь мы касаемся, может быть, самого важного в Евангелии. Дело в том, что евангелист Марк не придумал эту историю, не создает какой-то рассказ, он записывает то предание, которое существовало уже в Иерусалимской общине. И мы с вами знаем, что Евангелие – это радостная, прекрасная, добрая весть. И даже более того, это такая весть, когда ты ее слышишь, что тебя накрывает приступ эйфории. Вот представьте себе сообщение о полете первого человека в космос, сообщение о победе в какой-нибудь страшной войне, или хотя бы победа в чемпионате мира по футболу. И вы понимаете, какой волной эйфории оборачивается это известие. И это нам отдаленно дает понять, что такое Евангелие по-настоящему. Теперь, что же такого эйфорического в проповеди воскресшего человека? Дело в том, что апостол Павел и первое поколение христиан прекрасно знали слова из книги «Второзаконие», где говорится о том, что всякий, кто повешен на древе, всякий висельник в глазах Бога – это проклятие. И поэтому, когда апостол Павел говорит коринфянам «Ради нас Христос стал проклятием», это тема, на которую даже сегодня очень сложно проповедовать, потому что это очень трудно принять. И очень трудно не обвинить кого-то в ереси. Тем не менее, мы оказываемся в самом эпицентре веры. И поэтому апостол Павел говорит и о себе тоже. Каждый верующий может себя узнать в апостоле Павле в этот момент. Нам даются страдания, нам посылаются болезни, и мы просим Бога избавить, исцелить. Как апостол Павел просил исцелить его от того жала, которое ему было дано вплоть, на что воскресший Христос ему говорит «Тебе довольны моей благодати». И апостол Павел говорит, что именно в этой немощи, в этом бессилии, покинутости, одиночестве, богооставленности, как никогда проявляется во всей полноте божественная сила. Потому что всякая боль, всякое страдание, если в нас не оскудевает вера, запускает в действие какой-то таинственный механизм смерти и воскресения, пасхальную тайну Христа. Собственно, все это и содержится в последних словах Христа, которые в Евангелии от Марка являются кульминацией. У других евангелистов воскресший Христос говорит еще другие слова, другие поучения. Но у Марка это последние слова, поэтому они врезаются в память и остаются тем золотым ключиком, драгоценным ключом к пониманию Евангелия и к пониманию христианской духовной жизни. На портале Экзогиатру с вами был протеерей Дмитрий Сезоненко из Санкт-Петербурга.